Борис Львович Васильев. Завтра была война. Краткое содержание. Перед прослушиванием, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски, напишите комментарий и поставьте лайк. Приятного прослушивания. Главная героиня произведения, Полякова Искра, такая она ученица 9 класса, пылкая максималистка. Имя для нее выбрал погибший отец, который по мнению ее жесткой мамы был недостойным. Она даже сожгла его фотографии, вот только мужественной днем по ночам мама рыдала. Искра, самая активная в классе. Одноклассники взрослеют, переживают влюбленности, рассуждают об истине, счастье, строят планы на завтра. Подруга Искры, Зиночка, осознает себя женщиной. В нее влюблен заикающийся Артем, а она гуляет со старшим красавцем Юрой. В Искру влюблен стамескин Сашка, ведь она взяла двоечника на буксир, а когда он стал хорошо учиться, но не стало денег на обучение, то пошла к однокласснице Вике Люберецкой о дочке главного инженера, чтобы устроить его на завод и в вечернюю школу. Вика была из «Другого, мира, богатая, красивая, интеллигентная». Она читает гости стихи у поднического Есенина, а Искре они нравятся. В школе заправляет вредная Валендра. Исполняя обязанности директора, она делит классы по этажам. Тут назначают директора, Ромахин Николай смешивает классы, вешает зеркало для девочек. Растит как оток. И Валендра пишет донос, а еще отбирает любовное письмо Зиночки, хочет раскритиковать ее на комсомольском собрании. Ученики вместе празднуют, общаются. Тут папу Вики арестовали. Ученики верят, что это ошибка. Искра зовет Вику пожить к себе. По школе ползут слухи, что Люберецкая теперь – дочь врага народа. Валендра настаивает на том, чтобы Вика прилюдно отреклась от отца. Перед этим Люберецкая зовет одноклассников на свою опечатанную дачу в Сосновке. Они прекрасно проводят время. Это было прощание Вики, ведь утром она не проснулась. Оставив прощальную записку, что не может отречься от отца, она приняла смертельную дозу снотворного. Новость всех шокирует. Мама Искры запрещает ей идти на похороны, которые устраивает директор. Она боится за дочки на «завтра». Ведь в СССР нет места самоубийцам. Искра вспоминает судьбу Маяковского. Мама боится рассуждать, для нее это – предавать свои убеждения. Но Вика сбегает, читает над гробом стихи Есенина. Директоры отстраняют отдел, исключают из партии, но ученики уважают его. Валендру же все презирают. Стамескин Сашка оказывается трусом, Искра разрывает начавшийся с ним роман. В итоге, почти все погибают на войне. Произведение учит всегда оставаться человеком, ведь никто не знает, что будет завтра. Порядочность сегодня – залог счастья завтра. Нужно по-доброму относиться к окружающим. Подпишитесь на наш канал, напишите комментарий и поставьте лайк. Спасибо за внимание!